Первая русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского внесла колоссальный вклад в развитие мировой науки. Благодаря этой экспедиции впервые удалось подробно описать береговую линию Курильских островов. Во всех подробностях на карте было нанесено побережье Сахалина и ряда японских островов. Кроме того, был дан старт новой науки – океанологии. Именно команда экспедиции Крузенштерна и Юрия Лисянского впервые в истории занялась изучением глубин мирового океана. Русскими учеными были проведены работы по изучению параметров глубины, температуры, солености океанических вод, периодичности приливов и отливов. Будущий капитан Надежды Иван Федорович Крузенштерн с юных лет грезил морем. Он поступил в морской кадетский корпус, находившийся в Кронштадте. Именно из этого порта спустя много лет Крузенштерн отправится в свое первое кругосветное плавание. Досрочно Иван Федорович выпустился из кадетского корпуса в звании Гордемарина и сразу попал в гущу событий на русско-шведскую войну. За отвагу, проявленную в боях, он получил почетное поручение сопровождать пленного шведского адмирала и захваченный русскими моряками «Штандарт». В 23 года Крузенштерн отправляется на свою первую стажировку в Британский торговый флот. Побывав в Новом Свете, Индии, Китае, он изучал развитие международной торговли и составил подробную записку с рассуждениями о том, как Россия может развивать морские маршруты вместо сухопутных для продажи востребованных за рубежом товаров типа Пушнины. Увы, правительство не оценило предложение Крузенштерна, сочтя его невыгодным. Иван Федорович тяжело переживал отказ и почти полностью отошел от дел. Уехал в свое имение в Истляндии, женился и на протяжении трех лет занимался только семейными делами. Когда в 1801 году власть в России сменилась в результате последнего дворцового переворота, новый император заинтересовался запиской Крузенштерна. Александр I внимательно ознакомился с планом офицера по улучшению коммерческих преимуществ Российской империи в морской торговле и дал добро на подготовку к амбициозной экспедиции. По словам императора, Россия по собственному нерадению упускала массу возможностей, отказываться от которых было бы ошибкой. Корабли для первой отечественной кругосветки сначала планировали купить в Гамбурге, но подходящие суда нашлись только в Англии. Британские шлюпы Леандр и Тимза были переименованы в Надежду и Неву. Надеждой командовал Крузенштерн, а Невой – Лисянский. Интересно, что несмотря на высокий профессионализм обоих капитанов, их методы взаимодействия с командой отличались. Участники экспедиции вспоминали, что Крузенштерн вел себя мягко, тактично и по-отечески, в то время как Лисянский был весьма суров, но справедлив. В первое кругосветное плавание отправилась команда моряков, чиновничья свита представителя российско-американской компании графа Рязанова, а также ученые-географы, ботаники и астрономы. В общей сложности на Неве было 47 человек, а на Надежде 58. За три года все иностранцы, участвовавшие в экспедиции, научились изъясняться по-русски. Маршрут был не из легких. Из Кронштадта в августе 1803 года корабли дошли до Копенгагена, затем до английского порта Фалмут, оттуда на Канарские острова. Через Атлантический океан добрались до Бразилии, обошли мыс Горн, достигли острова Пасхи в Тихом океане и Маркизских островов. Следующей точкой маршрута стали Сандвичевые острова. После них уже российский Петропавловск, Камчатский, Япония, Сахалин, острова Ситка и Кадьяк. Далее экспедиция двинулась в Китай, а на обратном пути проходила остров Святой Елены, мыс Доброй Надежды и Азорские острова. Наконец, в августе 1806 года сначала Нева, а Азоней и Надежда благополучно вернулись домой. Кругосветное путешествие продлилось 3 года и 12 дней. О результатах Крузенштерн рассказал в трехтомных записках, дополненных картами, схемами течений и многочисленными рисунками. Капитан нанес на карту часть восточного берега Сахалина, составил описание южных берегов Камчатки, рассказал о повседневной жизни местных жителей и дал оценку развития торговли у китайцев и японцев. Надежда обошла всю северную оконечность Сахалина. Открытия и исследования Крузенштерна на Сахалине были весьма значительны. По дороге Крузенштерн называл открытые мысы именами своих офицеров. Теперь на Сахалине есть мыс Ратманово, мыс Левенштерна, гора Эспенберга, мыс Головачева. Один из заливов был назван именем корабля, залив Надежда. Крузенштерн впервые нанес на карту тысячи километров с Сахалинских берегов. Участникам экспедиции приходилось сталкиваться с массой неудобств и опасностей. В сборнике «Русские кругосветные путешествия от Крузенштерна до Седова» приведено описание сложной части маршрута, когда у моряков начались трудности с продовольствием. Из-за перегруженности кораблей людьми и грузом на продажу запасов пресной воды и пищи оказалось немного. Ели в основном сухари и солонину, а для борьбы с цингой употребляли в пищу квашеную капусту. Быть моряков оставлял желать лучшего. Даже офицерские каюты были такими маленькими, что подходили лишь для сна. Чертежами и дневниками занимались кают-компании, однако хорошего освещения там не было, не говоря уже об отоплении и вентиляции. Поддерживать чистоту было нелегко из-за дефицита пресной воды. Однажды, например, моряки мыли поросят, ополоснув их в водах Атлантики. Несмотря на суровые условия, случались и веселые ситуации. Так матросы на удивление хорошо переносили повышение температуры и уже под экватором спросили, когда же станет жарко. Экватор перешли в конце ноября 1803 года. В честь этого событий было принято отмечать так называемый День Нептуна, о котором русские моряки пока знали лишь от иностранцев. Самый находчивый матрос прицепил себе бороду, взял в руки трезубец и произнес тост за здоровье государя императора. Труднее всего во время плавания приходилось офицерам. В отличие от членов посольской свиты, занятых спорами и азартными играми, они занимались обучением экипажа, стояли на вахте в любую погоду, вели путевые журналы, следили за порядком. За три года на Надежде не было ни одной смерти, случай поистине уникальный для столь длительных экспедиций того времени. Более случая в первой русской кругосветке оказался Федор Толстой-американец, дядя прославленного писателя Льва Николаевича Толстого. Федора Толстого определили на Надежду, где своими эксцентричными выходками он не давал скучать ни экипажу, ни самому капитану. Во время одной из остановок на Тихоокеанских островах он купил у местных ручного орангутанга, который стал всеобщим любимцем. Толстой научил обезьяну разным шалостям, зачастую не самым безобидным. Однажды, прихватив питомца, он проник в каюту Крузенштерна и показал орангутангу лист бумаги и чернила. Оставив животное в каюте, он покинул место преступления и стал ждать, как поведет себя обезьяна. Та же без зазрения совести щедро полила чернилами капитанский дневник с ценными записями. Немало хлопот Ивану Крузенштерну доставил другой попутчик, граф Николай Рязанов. Отношения между ними не заладились сразу. Не последнюю роль в этом сыграла обстановка на судне. Капитану и дипломату пришлось делить тесную каюту размером около шести квадратных метров. Рязанов потрунивал над Крузенштерном, стремившись добыть у аборигенов редкие вещи для Академии наук. Однажды даже назвал его мальчишкой. Порой доходило до взаимных оскорблений и, окончательно перессорившись, они общались лишь с помощью записок. За Крузенштерна вступился Лисянский, а Рязанов возмущенно заметил двум капитанам, что на время экспедиции является их начальником. Разрешать конфликт пришлось генерал-губернатору Петропавловска. Когда экспедиция достигла Японии, Рязанов сошел на берег и покорно ждал приглашения властей, но во время переговоров показал себя не с лучшей стороны и, как написал Антон Павлович Чехов в очерке «Остров Сахалин», потерпел полное фиаско. Александр I, узнав о неудаче, освободил графа от участия в и дал другое задание – осмотреть русские поселения на Аляске. Несмотря на неудачные переговоры с японцами, экспедиция была признана успешной. Участники кругосветного плавания собрали ценные этнографические, ботанические и зоологические коллекции, измерили температуру воды на глубине до 400 метров, выяснили причину свечения моря. По случаю благополучного возвращения надежды и невы на родину выбили особую медаль. Командирам выделили 3000 рублей пожизненного пансиона. Лейтенантам и мичманам определили 1800 рублей соответственно. Матросы получили возможность по желанию выйти в отставку с пенсионом 50 рублей. Путешествие Крузенштерна стало основой для многих художественных сюжетов. Широко известна повесть Николая Чуковского о плавании Лисянского и Крузенштерна. События из биографии мореплавателя отображены в романе Владислава Крапивина под названием «Острова и капитаны». В память о первом русском кругосветном путешествии были выпущены памятные монеты и марки. О Крузенштерне снят далеко не один документальный фильм. 6 ноября 1873 года в Санкт-Петербурге напротив морского корпуса занял свое место памятник Крузенштерну. Авторами проекта стали скульптор Йозеф Штерн и архитектор Ипполит Манегетти. Монумент был установлен на частные средства, однако небольшая финансовая помощь была получена и от государства. В честь легендарного морехода был назван ледокол, который до сих пор ходит по водным путям между Балтийским морем и Санкт-Петербургом. В этом можно проследить любопытную аналогию. Как в свое время Иван Крузенштерн открыл морской путь для своих многочисленных последователей, так и ледокол, названный в его честь, очищает путь для курсирования судов. Продолжение следует...